Продолжение следует... Абдуллах Ибн Аббас сказал... Один человек из подвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из числа ансаров, сообщил мне, что как-то ночью, когда они сидели вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с неба упала звезда. И вокруг стало светло. Посланник Аллаха спросил их, что вы говорили во времена Джагилии, когда с неба падали такие звезды? Люди сказали, Аллах и его посланник знают об этом лучше. Мы же говорили, что сегодня ночью родился великий человек, а другой великий человек умер. Посланник Аллаха сказал, поистине не падают звезды, ни из-за смерти, ни из-за рождения никого из людей. Но когда наш Господь, имя Которого высоко и благословенно, принимает какое-либо решение, ангелы, несущие престол Аллаха, начинают прославлять его. Потом прославлять его начинают обитатели небес, которые находятся ниже ангелов. И так продолжается до тех пор, пока славословить не начинают обитатели нижнего неба. После этого, те, которые находятся ниже ангелов, несущих престол, говорят им, что сказал Господь ваш. И ангелы сообщают им, что он сказал. Потом обитатели небес начинают спрашивать об этом друг друга. И так продолжается до тех пор, пока весть об этом не доходит до обитателей нижнего неба. Там джинны подслушивают их слова, которые бросают своим друзьям, и тогда в них мечут огонь с неба. Истинно является то, что джинны доносят до них в неизменном виде. Однако прорицатели смешивают это с ложью и добавляют к этому нечто от себя. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Пусть Аллах благословит, приветствует и даст благодать своему рабу и посланнику, нашему пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам. А затем... Мы уже говорили о том, что речь является атрибутом Аллаха Всевышнего. Этот вопрос является ясным. И раб мусульманин, который верует в Аллаха и следует за посланником, да благословит его Аллах и приветствует, не может не признавать. Ведь Аллах говорит даже тогда, когда создает что-то. Он говорит вещи своими словами, он приказывает и запрещает. Если он желает чего-то, он говорит «Будь», и эта вещь появляется. Также посредством своих слов Аллах посылает посланников, посредством своих слов он устанавливает свод законов для своих рабов. Если человек говорит, что Аллах ничего не говорит, это означает, что Аллах ничего не повелел и не установил законы, и вообще не послал посланников. К тому же это означает, что Аллах не является Творцом. Ведь Аллах сообщил нам о том, что когда Он желает чего-то, то говорит «Будь» И эта вещь появляется Когда ты утверждаешь, что Аллах говорит, ты приписываешь Ему атрибут совершенства Ведь тот, кто говорит, является более совершенным, чем тот, кто не говорит Например, если человек не может говорить, он считается неполноценным Либо он является немым, либо вообще не может говорить Либо он заикается, не может должным образом высказать свои мысли Суть в том, что способность говорить – это атрибут совершенства Если же человек говорит, что Аллах не говорит, то он приписывает Аллаху недостаток Разве мусульманин может намеренно отрицать атрибуты Аллаха Не имея никакого довода от Аллаха и его посланника? Разве он может проявлять такую дерзость по отношению к Аллаху И говорить, что Аллах не делает то-то и не описывается тем-то? Отрицать атрибуты Аллаха может либо невежда, который достиг самой последней степени невежества Либо безбожник, который хочет испортить религию мусульман Третьего варианта не бывает Они говорят, если Аллах говорит, то значит у него есть язык, гортань, голосовые связки, губы и так далее Что ответить на это? Вы сейчас описываете слова творения, которые являются слабым Именно творение говорит посредством всего вышеперечисленного Что касается нашего Господа, то Он совершенный Он описывается абсолютным совершенством К тому же вы уподобляете Аллаха творением Вы сравниваете слова Аллаха со словами творений Хоть и не говорите об этом прямо Основываясь на этом сравнении, вы отрицаете речь Аллаха К отрицанию атрибутов Аллаха вас подталкивает именно уподобление Его творением Именно поэтому некоторые ученые сказали Каждый, кто отрицает атрибуты Аллаха, уподобляет Его творением Ведь сначала Он сравнивает Аллаха с творениями А затем это подталкивает Его к отрицанию атрибута Во-вторых, то, что вы говорите, не является бесспорной вещью Аллах сообщил нам о многих вещах, которые говорят, прославляют Его хвалой Аллах сказал, нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой Но вы не понимаете их словословия Воистину Он выдержанный, прощающий Его прославляют камни, деревья и так далее И у всех этих вещей нет языков Аллах Всевышний сообщил о том, что в день воскресения Он повелит органам некоторых людей Чтобы они начали говорить То есть слух, зрение, руки, ногти, ноги, кожа Начнут говорить Как они будут говорить? Разве у них есть языки, гортань, голосовые связки? То есть, даже когда мы говорим о речи творений Мы не видим того, о чем вы сказали Иначе говоря, если даже творение Аллаха говорит То это не означает, что у Него есть эти органы Что же тогда сказать о Господе миров, у Которого нет подобия? Также Всевышний Аллах сообщил нам о том Что в будущем земля расскажет о своих вестях Аллах сказал Когда земля содрогнется от сотрясений Когда земля извергнет свою ношу И человек спросит, что же с нею? В тот день она расскажет свои известия Подобных доводов очень много Все эти доводы опровергают эти ложные утверждения Также муаттазилиты говорят Если ты, например, говоришь Бисмилляхиррухманиррухим То буква Ба произносится раньше Син А Син раньше Мим А Мим раньше Лям А Лям раньше Ха Это требует определенного промежутка времени Таким образом, буква Син Произносится в другое время, чем Ба Это называется новым действием А Аллаха не постигают изменения Разве вот эти ничтожные доводы И аналогии с творениями Можно приводить, когда речь идет об атрибутах Аллаха? Разве это приемлемо? Все это упорство на лжи Никак не повредит истине Аллах Всевышний сообщил нам о том Что нет никого подобного Ему Ни в Его сущности Ни в Его атрибутах Речь Аллаха является атрибутом совершенства Мы не должны обращать внимание на то Что говорят эти люди Уподобляющие Аллаха творением И отрицающие Его атрибуты Они описывают Аллаха тем, чем описано слабое творение Они сначала представляют в уме Его атрибуты А затем начинают отрицать их В хадисе, который привел автор, сказано С неба упала звезда и вокруг стало светло И так далее Пророк да благословит Его Аллах и приветствует Спросил у них Что вы говорили во времена Джагилии Когда с неба падали такие звезды Он задал этот вопрос, чтобы сообщить им об истине Он хотел сообщить им то, из-за чего падают звезды Аллах Всевышний сообщил о том Что Он сделал звезды украшением для небес И для того, чтобы ими прогонять шайтанов Также Он создал звезды для того, чтобы путники Упомянутые в Коране Чтобы путники ориентировались в направлении по звездам Это три причины сотворения звезд Упомянутые в Коране Когда ты смотришь на звезды Они подобны небесным лампам, украшающим небо Также посредством звезд знающий человек Всегда может узнать направление сторон света В прошлом люди передвигались ночью Ориентируясь по звездам Они хорошо знали их расположение И следовали, ориентируясь по ним Об этом сообщил Аллах Всевышний в Коране Также звезды созданы для того, чтобы ими прогонять шайтанов Сподвижники ответили Мы говорили, сегодня ночью родился великий человек А другой великий человек умер Посланник Аллаха сказал Поистине, не падают звезды Ни из-за смерти, ни из-за рождения никого из людей Дело в том, что шайтаны Взбираются друг на друга Взбираясь так до облаков Аллах даровал им такую способность Они взбираются друг на друга И самый верхний шайтан Слышит что-то, что говорят ангелы на небесах Он перехватывает эту новость И быстро сообщает о ней на землю Пока в него не попадет метеор Шайтаны знают Что совершая это, они рискуют собой Но все равно Стремятся заблудить сынов Адама Чтобы те начали заявлять о знании сокровенного Заниматься прорицанием и так далее Шайтаны делают все это Чтобы завлудить сынов Адама Иногда метеоры сбивают этих шайтанов насмерть А иногда лишают их разума А иногда ранят их Но если у шайтана получается донести эту новость до земли Он отправляется с ней к прорицателю И тот рассказывает это людям Добавляя еще 100 частей лжи Прорицатель рассказывает людям то Что сказал ему шайтан Добавляя свою ложь Чтобы люди поверили его лжи Из-за одного слова истины Которое шайтан подслушал от ангелов Когда посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Был послан на землю Шайтаны ничего не могли подслушивать Аллах сообщил о словах джинов Мы достигли неба Но обнаружили, что оно заполнено Суровыми стражами и пылающими огнями Прежде мы садились там на седалищах Чтобы подслушивать Но тот, кто подслушивает сейчас Обнаружит, что его подстерегает пылающий огонь Когда стало так, джинны начали жаловаться Своему руководителю Иблису Он сказал им Значит, случилось что-то великое Ступайте и разузнайте Они отправились во все уголки земли И вот, одна группа джиннов Наткнулась на пророка Да благословит его Аллах и приветствует Когда он читал Коран Вместе со своими сподвижниками Они прислушались к его чтению А затем сказали Именно из-за него Мы больше не можем подслушивать Аллах лишил их возможности подслушивать Чтобы они не услышали Ничего из Корана от ангелов Если бы они услышали этот Коран То пришли бы с ним к прорицателям И это стало бы испытанием для людей Они сказали бы То, о чем говорит Мухаммад Уже говорил такой-то прорицатель Значит, этот Коран Является словами прорицателя Поэтому джинны были лишены Возможности подслушивать А когда откровение было полностью неспослано Все стало так, как было раньше Сейчас джиннов Тоже сбивают метеоры И мы видим, как падают звезды Хотя в наше время Прорицатели прячутся А раньше было иначе Арабы гордились Когда в их племени Был прорицатель У каждого прорицателя Были слуги из числа джиннов Не каждый человек Мог стать прорицателем Прорицателем становился только тот Кого выбирал шайтан Суть всего вышесказанного в том Что Аллах говорит Ведь пророк да благословит его Аллах и приветствует В этом хадисе Сообщил о том Что ангелы прислушиваются К словам Аллаха Затем рассказывают о его словах Друг другу Значит слова Аллаха слышны И он их произнес Аллах говорит И его слова Слышат те его ангелы Кому Аллах Дает возможность услышать их Затем эти слова Доходят до других Обитателей небес и земли Сообщается со слов Масрука Что Абдуллах сказал Когда Аллах произносит откровение Обитатели небес Слышат звон Который подобен звуку Который раздается Когда тянут цепь по скале Обитателей небес Охватывает страх И об этом Аллах сказал Когда же испуг Покидает их Ангелов Сердца Они скажут Что сказал ваш Господь Они скажут истину Ведь он возвышенный Великий Речь идет О железной цепи Которую тянут по скале Она издает Определенный звук Обитатели небес Приходят в ужас Думая Что Аллах Повелел Исрафилю Подуть в рог Их охватывает Испуг и страх И они падают Без сознания Когда слышат Слова Аллаха Они слышат Его слова Но не понимают Что именно Он сказал Однако они знают Что это Именно слова Аллаха В этом хадисе Сказано Который подобен звуку Который раздается Когда тянут цепь По скале То есть Голос Который они слышат Сравнивается Со звуком Который раздается Когда тянут Цепь по скале Они слышат Слова Аллаха Но не понимают Что именно Он сказал Их охватывает Страх Так как они думают Что Аллах Повелел возвестить О наступлении Судного часа И они падают Без сознания Ведь когда Наступит судный час Начнется расчет А ангелы Сильно боятся Аллаха Хотя они Поклоняются Аллаху Круглосуточно И никогда не устают Они не ослушиваются Аллаха В том Что он Повелел им Дело в том Что больше всего Боится Аллаха Тот Кто лучше всего Знает Его И больше всего Выполняет Его повеления Ангелы боятся Аллаха Несмотря даже На то Что они Выполняют Все Что он Повелел Об этом Нужно Рассказать Людям Которые Ослушиваются Аллаха Ангелы Имеют Намного Больше Сил Чем Человек И их Силы Невозможно Сравнить С нашими Но даже Несмотря На это Они Испытывают Такой Сильный Страх Когда Страх Покидает Их Сердца Они Начинают Спрашивать Друг Друг Что Сказал Ваш Господь Они Знают Что Это Были Слова Аллаха Это Указывает На то Что Аллах Говорит Словами Которые Можно Услышать Его Слова Слышат Ангелы Они Расспрашивают Друг Друг И Вопросы Доходят До Джибриля Именно Он Доносит До Всех Слова Аллаха И Джибриль Отвечает Ангелам Он Сказал Истину И Тогда Они Все Повторяют Он Сказал Истину Ведь Он Возвышенный Великий В этом Хадисе Очевидно Указание На то Что Аллах Говорит И Его Слышат Ангелы Некоторые Говорят Что Этот Звук Издают Небеса Но Это Мнение Очень Далеко От Истины В этом Хадисе Речь Идет Именно О Словах Аллаха Всевышнего Сообщается Что Ибн Аббас Сказал Когда Аллах Произносит Откровение Ангелы Слышат Звук Подобный Звон У Железной Цепи Которую Тянут По Скале И Они Падают Ниц Когда Испуг Покидает Их Ангелов Сердца Они Говорят Что Сказал Ваш Господь Они Отвечают Истину Ведь Он Возвышенный Великий Обще Известно Что Ангелы Не Могут Падать Ниц Из-за Звука Издаваемого Небесами Если Бо Они Делали Так То Падали Ниц Перед Творением Они Падают Ниц Именно Тогда Когда Слышат Слова Аллаха Всевышнего Из-за Страха Перед Ним Затем Шайтан Приносит Эту вещь На землю И Добавляет Нее Еще 70 Частей Лжи Что Касается 70 Частей Лжи То Это Не Указывает Именно На Такое Количество Поэтому В другом Хадисе Говорится О Ста Частях Лжи Эти Цифры Упоминаются В Хадисах Для Указания На Большое Количество Сообщается Что Фаруа Ибн Науфаль Рассказывал Я Жил По Соседству С Хаббабом И Однажды Мы Отправились С ним На Пятничную Молитву Он Взял Меня За Руку И Сказал Старайся Приблизиться К Аллаху Настолько Насколько Ты Можешь И Ты Не Сможешь Приблизиться К Аллаху Посредством Чего-то Более Любимого Для Него Чем Его Слова Это Слова Хаббаба Да Будет Доволен Им Аллах Фаруа Был Соседом Хаббаба В Один Из Ней Они Шли На Пятничную Молитву И Хаббаб Взял Его За Руку И Сказал Старайся Приблизиться К Аллаху Настолько Насколько Ты Можешь И Ты Не Сможешь Приблизиться К Аллаху Посредством Чего-то Более Любимого Для Него Чем Его Слова Хаббаб Имел В Виду Коран Если Человек Читает Коран Размышляет Над Ним И Поступает В Соответствии С Ним То Это Является Наиболее Любимым Делом Для Аллаха А в Другой Версии Сказано И Ты Не Сможешь Приблизиться К Аллаху Посредством Чего-то Более Любимого Для Него Чем То Что Изошло От Него Это Указывает На То Что Сподвижники Да Будет Доволен Имя Аллах Понимали Хадисы Об Атрибутах В Их Очевидном Смысле Они Не Истолковывали Их Как-то По-другому И Не Искажали Их Смысл Сообщается Что Когда Люди Околеветали Аишу Да Будет Доволен Ею Аллах Она Сказала Клянусь Аллахом Я Считала Себя Слишком Ничтожной Для Того Чтобы Об Этом Моем Деле Сказал Аллах В Коране Который Будет Читаться Однако Я Надеялась Что Посланник Аллаха Да Благословит Его Аллах И Приветствую Увидит Сон В Котором Аллах Оправдает Меня Это Слова Аиши Она Сказала Клянусь Аллахом Я Считала Себя Слишком Аллах Говорит Они Не Сомневались В Этом И Не Считали Признание Этого Атрибута Проблемой Этого Придерживались Все Последующие Мусульмане Пока Не Появились Эти Заблудшие Которые Пожелали Исказить Природное Естество Людей И Изменить Религию Аллаха Они Отвергли То Что Является Одним Из Самых Очевидных Атрибутов Аллаха Они Отвергли То Что Он Говорит Также Они Отвергли И Другие Его Атрибуты Сообщается Со слов Абу Гурейры Что Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Однажды Привели Человека Которого Ужалили Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Если бы Он Сказал Я Прибегаю За За Защитой К Совершенным Словам Аллаха От зла Того Что Он Сотворил То Скорпионы Ему Не Повредили Б Возможно Речь Идет О том Что Этого Человека Ужалила Змея Или Ужалил Скорпион Или Другие Ядовитые Существа Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Если Б Он Сказал Я Прибегаю За За Защитой К Совершенным Словам Аллаха От Зла Того Что Он Сотворил То Скорпионы Ему Не Повредили Б То Есть Если Б Они Его Даже Укусили То Все Равно Не Повредили Б Ему В Этом Хадисе Сразу Несколько Полезных Выводов Во Первых Произнесение Фразы Если Б Не Является Полностью Запрещенным В Некоторых Хадисах Говорится О Том Что Запрещено Говорить Если Б Но Их Запрещено Говорить Именно Тогда Когда Человек Сожалеет Что С ним Случилось Что-то Плохое Или Он Говорит Если Было Так То И Так То Думая Что Настоящее Может Измениться Например Он Говорит Если Я Сделал Так То То Этого Не Случилось Бы Так Фразы Запрещены Если Человек Думает Что Настоящее Могло Быть Иначе Или Например Говорит Такие Фразы Из-за Сожаления Или Возражает Предопределению Аллаха Это Запрещено И Является Грехом Если Он Говорит Это Чтобы Разъяснить Шариатское Постановление Как В этом Хадисе То Это Разрешено Или Например Человек Говорит Если Будет Так То То Я Сделаю То То И Скажу Так То Сообщая О Будущем Времени Например Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствуй Сказал Если Бы В будущем Это Случилось Еще Раз То Я Не Вел Бы С Зарядское Постановление Например Он Сказал Если Я Закидывал Камнями Кого Либо Без Доказательств То Закидал Б Эту Женщину Во Вторых В этом Хадисе Указание На То Что Аллах Говорит И Речь Является Его Атрибутом А Мусульманину Разрешено Обращаться За защитой К Его Словам Хотя Мусульманам Известно Что Нельзя Обращаться За защитой К Творению Если Человек Обращается За защитой К Творению Которое Не может Помочь Он Впадает В Многобожие Ведь Обращение За защитой Истиаза Является Поклонением И оно Должно Посвящаться Только Аллаху В-третьих Аллах Произносит Слова Которые Описаны Совершенством Слова Аллаха Являются Абсолютно Правдивыми А Его Постановления Предельно Совершенными Когда Он Говорит То Говорит Правду А Когда Выносит Постановление То Выносит Его Справедливо Слова Аллаха Делятся На два вида Первый Вид Шариатские Религиозные Слова Аллаха Посредством Которых Он Повелевает И Устанавливает Религию Допустим Аллах Говорит О Люди Поклоняйтесь Вашему Господу А Также О Те Которые Уверовали Вам Предписано Возмездие За Убитых Всякий Религиозный Приказ И Запрет Извлекается Из Слов Аллаха Второй Вид Бытийные Слова Аллаха Именно Относительно Этих Слов Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Говорил Я Прибегаю За Защитой К Совершенным Словам Аллаха И Так До Конца Хадиса Бытийные Слова Аллаха Это Слова Посредством Которых Создается Это Бытие Таким Образом Речь Аллаха Является Его Атрибутом Сообщается Со Слов Абу Гурейры Что Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Однажды Привели Человека Которого Ужалил Скорпион Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Если Бо Он Сказал Я Прибегаю За 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 Когда Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Если Человек Остановится В каком Нибудь Доме И Скажет Прибегаю К защите Совершенных Слов Аллаха От Зла Того Что Он Создал Ничто Не Причинит Ему Вреда Пока Он Не Покинет Этот Дом Если Даже Представить Что Скорпион Все Равно Ужалит Его То Этот Укус Ему Не Повредит Но Человек Должен Произносить Эту Фразу С Твердой Верой Если Он Просто Скажет Эту Фразу Чтобы Проверить Действует Она Или Нет То От Этого Ему Будет Только Вред Он Должен Произносить Эту Мольбу С Твердой Верой В То Что Сказал Избранный Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Если Он Произносит Эту Фразу Именно Приветствует Обучал Людей Говорить При страхе Я Прибегаю За защитой К совершенным Словам Аллаха От Его Гнева От Зла Его Рабов От Наущений Шайтанов И От Того Чтобы Они Находились Рядом Хадисе Сказано От Зла Его Рабов Потому Что Зло В Самих Людях Как Мы Уже Говорили Нельзя Приписывать Зло К Не упоминается Действующее Лицо Когда Речь Идет О Действии Аллаха Например Верующие Джинны Сказали Мы Не знаем Зло Ли Задумано Для Тех Кто На Земле Или Господь Пожелал Направить Их На Прямой Путь А Иногда Зло Приписывается Людям Как В Этом Хадисе Также Аллах Сказал В Коране Скажи Прибегаю К защите Господа Рассвета От Зла Того Что Он Сотворил Сообщается Что Ибн Аббас Передал Что Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствую Часто Просил Защиты Для Аль-Хасана И Аль-Хусейна И Говорил Поистине Ваш Протец Ибрагим Просил У Аллаха Защиты Для Исмаиля И Исхака Говоря Прибегаю К совершенным Словам Аллаха Чтобы Они Защитили Вас От Да Благословит Его Аллах И Приветствует Был Его Потом Когда Посланника Аллаха Да Благословит Его Аллах И Приветствует Спросили О Начале Его Дела Он Ответил Все Началось С мольбы Моего Пратца Ибрагима Который Сказал Господь Наш Пошли К ним Посланника Из Их Самих Который Прочтет Им Твои Аяты Суть В том Что Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Был Потомком Пророка Ибрагима Любимца Аллаха А Конкретно Он Был Потомком Его Сына Исмаиля Среди Потомков Исмаиля Не Было Другого Пророка Кроме Мухаммада Что Касается Исмаиля То Он Был Пророком Посланным Только Арабам Некоторые Ученые Говорят Среди Арабов Был еще Один Пророк После Исмаиля Но Люди Не Обратили На Него Никакого Внимания Однако Аллах Лучше Знает О Достоверности Такого Утверждения Это Передается В Одном Из Хадисов Пророка Да Благословит Его Аллах И Приветствует Но Аллах Знает Лучше Так Как В Этом Хадисе Есть Слабость Суть В том Что Пророк Да Больше Не Возвращался На Территорию Шама И Остался Жить В Мекке Исмаиль Был Старшим Сыном Ибрахима Сообщается Что Абузар Рассказывал Я Спросил О Посланник Аллаха Кто Из Пророков Был Первым Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Ответил Адам Я Спросил А разве Он Был Пророк Он Ответил Да И С ним Говорил Аллах Аллах Создал Его Своей Рукой И Говорил С ним Без Посредника И Сказал Ему О Адам Поселись В раю Вместе Со Своей Супругой Это Известный И Длинный Хадис Абузар Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сообщил Абузар Что Всего Было Более Ста Тысяч Пророков А Посланников Среди Них Было Чуть Более Трехсот Но Как бы Ни Было Этот Хадис Является Слабым Аллах Всевышний Сообщил Нам Что Он Поведал В Коране О Некоторых Посланниках А О Других Ничего Не Рассказал Мы Обязаны Верить В Каждого Посланника Которого Посылал Аллах Всевышний Даже Если Мы Не Знаем Его По Имени Как Мы Уже Говорили Тот Кто Не Уверовал В Одного Посланника Считается Неверующим Во всех Что Касается Пророка Адама То Аллах Говорил С ним Без Посредников Аллах Сказал Ему О Адам Поселись В раю Вместе Со Своей Супругой Ешьте Там Волю Где Пожелаете Но Не Приближайтесь К Этому Дереву Аллах Предостерег Его От Покорности Шайтану И Сообщил Ему О Том Что Шайтан Является Его Врагом Но Согласно Предопределению Аллаха Адам Был Сотворен Для Того Чтобы Он И Его Потомство Жили На Земле Именно Поэтому Адам Совершил Тот Грех Который Совершил И Был Выведен Из Рая Продолжение Продолжение следует...